Жизнь и описание преподобного исповедника Иоанна Кевролетина и Росхимонаха Преподобный исповедник Иоанн родился 23 мая 1875 года в деревне Кулакова Троицкого уезда Тобольской губернии в семье крестьянина Афанасия Кевролетина. Образование получил дома. В 1894 году он поступил послушником в Кыртомский Крестовоздвиженский монастырь в Ирбитском уезде Пермской губернии. Монастырь был основан в 1878 году и находился в 110 верстах от Ирбита и в 60 верстах от Алапаевска на берегу реки Кыртомки. Когда-то здесь были дремучие леса и непроходимые болота. Основателем обители был инок Андриан, в миру Андрей Медведев. Выходец из пермских крестьян, он некоторое время подвязался на Афоне, где принял иноческий подстриг, а затем вернулся на родину и стал подвязаться в пермских лесах. Через некоторое время к нему присоединился другой подвижник – Тимофей Шейн, отставной солдат из Тульской губернии. Их трудами и возникла обитель. В 1891 году она получила от Святейшего Синода официальное признание. В монастыре было два храма и оба в честь воздвижения честного и животворящего креста Господня. В начале 20 века в монастыре было около 80 человек братья. Условия жизни здесь были довольно суровыми. До 12 часов дня ничего не вкушали, и сама трапеза состояла из простых и грубых продуктов. Хлеб подавался только ржаной. Послушание Иоанна в обители заключалось в выделке кож. Он подвязался здесь 6 лет, находясь в послушании у основателя обители отца Андриана. Но по смерти его в 1902 году перешел Верхотурский Николаевский монастырь. Здесь он нес послушание маляра и плотника. Вскоре настоятелем монастыря был назначен иеромонах Ксенофонт Медведев, возведенный впоследствии в Сан-Архимандрита. При нем в монастыре был сооружен Величественный Крестоводвиженский собор, в котором была помещена главная святыня обители, мощи святого праведного Симеона Верхотурского. 20 декабря 1907 года послушник Иоанн был подстрижен мантию с именем Игнатий в честь священномученика Игнатия Богоносца, память которого празднуется в этот день. В 1909 году монах Игнатий был рукоположен во иеро-дьякона, а в 1913 году в день посвящения нового собора во иеро-монаха. В 1925 году Верхотунский монастырь был безбожниками закрыт. Монахи частью остались жить в городе, а частью разошлись по окрестным селам и служили в приходских храмах. Отца Игнатия еще до закрытия монастыря часто посылали служить в разные храмы, где не было на тот момент священника. С 1919 по 1922 год отец Игнатий служил в храме в селе Сербишно-Невьянского района. В 1922 году в течение 10 месяцев он служил в Казанском храме в заводе Касле. С конца 1922 года стал служить в храме в Верхне-Исецком заводе. С 1923 по 1924 год в храме во имя преподобного Сергия на заимке Исток. В 1924 году он вернулся в Верхотурии и служил до 1925 года в одном из монастырских храмов. В те годы любой из священников мог быть подвергнут неожиданному аресту. И отец Игнатий, зная это, старался уклоняться, насколько это было возможно, от встречи с сотрудниками ОГПУ. Однажды они пришли в дом его духовной дочери, в то время, когда он там находился. Девушка спрятала отца Игнатия в подполе, а сама настолько смело и находчиво отвечала пришедшим, что полностью отвела их подозрение, что священник находится в доме, и они ушли, не произведя обыска. Впервые иеромонах Игнатий был арестован в 1925 году и заключен в тюрьму ОГПУ, где провел около месяца. Из тюрьмы его выпустили глубоким вечером, и он сразу пошел к знакомым монахиням и стал стучаться, но чтобы не быть услышанным посторонними, в ответ на их вопрошание ничего не отвечал. Было поздно, они не знали, кто стучит, и не открывали ему. Тогда отец Игнатий сказал жалобным голосом, «Теща меня на улицу выгнала, и здесь не пускают». Его сразу узнали по голосу и потому, что и раньше он тюрьму называл «тещей», и впустили его. С 1925 по 1927 год отец Игнатий служил в храме в селе Дымково. В 1927 году он был переведен в храм в заводе Никола-Павдинск, а затем в Ирбит. В 1828 году его перевели в храм в городе Далматово, где он прослужил два месяца, а затем в село Кислого. С 1929 по 1931 год он служил в храме в селе Федоровка, а затем в селе Сербишно, где и был арестован. В 1931 году ОГПУ поставило своей целью уничтожение всех монашеских общин на Урале. Аресты были произведены в начале 1932 года. По всему делу только братья Верхотурского монастыря было арестовано 140 человек, и среди них отец Игнатий. Он был арестован 28 марта 1932 года. На вопрос следователя, состоял ли иеромонах Игнатий в контрреволюционной организации, он ответил. Я действительно состоял членом монашеской организации, которая после закрытия Верхотунского монастыря в 1925 году продолжала существовать непосредственно под руководством архимандрита Ксенофонта Медведева. К последнему я ездил летом 1930 года за получением совета, как настоятелю. Признаю, что действительно, как монашествующий, по своим взглядам и убеждениям, был противником, диаметрально противоположен установкам и мероприятиям советской власти, иначе не могло быть. Если разделять полностью взгляды советской власти, значит нужно перестать быть монахом. Быть монахом, значит быть врагом советской власти и партии. Для меня монашество было важнее советской власти, и я, естественно, был и являюсь врагом последней, но контрреволюционной работы не проводил. Завершая следствие, следователь в последний раз вызвал на допрос отца Игнатия и спросил, не хочет ли он раскаяться перед советской властью, на что отец Игнатий ответил, на поставленный мне вопрос, хочу ли я раскаяться перед советской властью, показываю, что я раскаиваться перед советской властью не хочу и не буду. 7 сентября 1932 года особое совещание при коллегии АГПУ приговорило отца Игнатия к трем годам ссылки в Западную Сибирь. И он вместе с группой священнослужителей и монахов был отправлен этапом в Нарымский край, где часть пути им пришлось пройти пешком. В ссылке отец Игнатий заболел цингой, от которой ему помогла вылечиться его духовная дочь, приехавшая ухаживать за ним и привезшая со своей пасеки мед. Возвращаясь домой, по окончании срока ссылки, отец Игнатий оказался в одном вагоне с уголовниками. Чтобы не привлекать к себе внимания, он стал принимать участие в разговорах и даже вертел на руках папироску, изображая, что собирается закурить, и таким образом благополучно доехал до Екатеринбурга. Но здесь силы оставили его, и едва добрался до квартиры духовной дочери, и на ее пороге упал. В Екатеринбурге, как и во многих других крупных городах, ему было жить запрещено, и он поселился в маленьком ветхом домике на окраине Верхотурья. Место было глухое, и отца Игнатия стали беспокоить здесь хулиганы. Но некий раб Божий по имени Михаил, который работал зумным врачом и был подстрижем монашества, дал денег на покупку нового дома, расположенного неподалеку от Верхотурского монастыря. Так что отсюда хорошо был виден Величественный Крестовоздвиженский собор. Сюда отец Игнатий и переехал вместе с помогавшими ему по хозяйству келейницами, схемонахиней Евдокии и монахиней Симеонии. Наступил новый период в жизни подвижника, когда он стал скрываться от мира за внешней формой и родства. Одеваться стал светскую одежду, иногда и женскую, так что бывало, что его не узнавали и хорошо его знавшие. Некоторое время он пас на окраине города Коз и был любимцем всех окрестных мальчишек, которые тесным кружком собирались вокруг него, с упоением слушая его рассказы. Об этом периоде жизни подвижника сохранились воспоминания людей его знавших. Один из священников рассказывал, у меня в памяти отец Игнатий остался человеком находчивым, неунывающим. Он слегка иродствовал, искал повода, чтобы его осудили, посмеялись над ним. Однажды пришел в Ивановскую церковь на Пасху, в середине службы заходит и говорит, Проспал я службу, только что пришел. Удивились, конечно, посмеялись. Дома у себя тоже чудил. В женский халат оделся, на голове скуфейка, как у звездочета, набок надета. По сторонам два пучка волос торчат, шея голая, это он вышел умыться. Келеницам его большое терпение требовалось, чтобы его причуды выносить. Они только начнут что-нибудь варить. Он выйдет на кухню, кастрюлю перевернет или огонь водой зальет, а потом быстро к себе в келейку, в одеяло завернется и лежит тихонько. Любил своих чад называть страшилищами, службы совершал в крохотной своей келье. Прокровать свою говорил, что кто на нее ляжет, тот получит исцеление. И я действительно это на себе испытал. Духовная дочь отца Игнатия рассказывала. Я жила в Верхотурье, работала в швейной мастерской, а к отцу Игнатию ходила благословляться. На работе у меня не ладилось, машина ломалась, ничего не получалось. Отец Игнатий надо мной посмеивался. Ну вот, шила да пара шила, шила да пара шила. Но однажды сказал, ты правильному Симеону молишься? А ведь он был портной. Вот и проси, чтобы он тебе помог. Своими словами проси. Я стала молиться и просить правильного Симеона о помощи. И стало лучше получаться в работе. Сложные заказы стали давать. Лучше тех получалось, кто раньше меня начал работать. Но огорчений всегда было много. Бывало, бегу с работы к батюшке. И пока бегу, на душе посветлеет. Прихожу. Благословите батюшка. Сейчас сколько хотела вам рассказать, да все забылось. А он отвечает. А ты рассказала, я слышал. Вот про это и про это. И правда, я об этом думала, когда к нему шла. Кто-то велел мне поленицу складывать. Я складывала, складывала. Вот готова поленица. А он подошел, палочкой толкнул, и она рассыпалась. Мне обидно, а батюшка меня же и ругает. Какая же бестолочь, поленицу сложить не можешь. В другой раз я в огороде грядки копала. Порозды делала. А он стоит рядом и ругает. Какая же ты бестолковая. Землю копать не умеешь. Положи-ка палку. Видишь, неровно. Я ровняю, ровняю. Он опять. Ты видишь, там дыра, там дыра. Я обиделась, ушла. Потом вернулась. Батюшка, простите, благословите. Он радостно, сияющий, благословил меня. И я, как на крыльях весь день. Однажды оделся странником. Пришел к одним матушкам. Стучит, просит милостыню. А они говорят, нет ничего. А он все стучит, стучит по железке. Они говорят, какой нищий. Надо посмотреть, не утащит ли чего. Подошли ближе и узнали. Это же отец Игнатий. Батюшка, заходи. А он отвечает, ааа, узнали, так заходи. Да не пойду я. И ушел. Жительница Верхотурья рассказывала. Один раз дали ему мороз валенки. Он их стал надевать и говорит. А что, в чужих-то тепло. Женщина сказала, смутившись. Простите, бабчика, и вправду чужие. Приехал он как-то в одно село и пришел в избу к знакомым. Хозяйка стала его кормить. Подала хлеб и похлебку, а пироги утаила. И принялся он есть и приговаривать. Сами пироги едят, а меня похлебкой кормят. Батюшка учил нас молиться со вниманием. К посещению службы церковной он сам относился строго и нас там уже учил. Однако мы во время службы собрались огород копать. Пришли благословиться. А он говорит, а на службу кто пойдет? В последние годы отец Игнатий тяжело болел. И незадолго до смерти был подстрижен в схему с именем Иоанн. Духовная дочь его рассказывала. Я сижу в уголочке, плачу и прошу царицу небесную, чтобы взяла нашего батюшку к себе. А он говорит, смотрите, она молится, чтобы я умер. Он любил пошутить. Как-то пришли женщины и спрашивают, тяжело лежать, батюшка? А он говорит, так не буду лежать, меня дрова колоть заставят. В день его смерти пришло много народу и спрашивают, батюшка, читать канонный исход души? А он отвечает, рано еще. Через некоторое время я начала читать. А он говорит, не так надо читать. И сам прочитал полторы страницы. А потом уже не было сил читать и читали другие. Иеросхимонах Иоанн Кевролетин скончался 27 января 1961 года. Летом 1993 года были обретены его мощи и перенесены в Верхотумский Николаевский монастырь. Молитвами новомучника Иоанна Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok